Народ Аляски и островного штата Гавайи считает присоединение к Соединенным Штатам Америки ничем иным, как незаконной аннексией и оккупацией. С таким заявлением представители коренных народностей этих земель обратились к ООН. В своем меморандуме они требуют в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об их отделении от федерального центра и выходе из состава США. Гавайцы и аляскинцы уточняют, что не хотят сепаратистских восстаний, как это произошло на Украине, а предпочитают решить вопрос мирным путем референдума о самоопределении. В заявлении говорится, что Гавайи еще в 1959 году были поглощены посредством обмана и нарушения мандата и принципов ООН. Более того, в подписанных тогда документах острова были лишены права на самоопределение, которое прописано в Конституции США. Инициаторы процесса отделения Гавайев призывают ООН исправить ошибку. Новые сепаратисты, как их уже окрестила американская пресса, полагают, что в их деятельности им могли бы помочь и россияне. В их обращении в ООН сказано, если бы мы могли, работая с россиянами, предоставить правду о том, что действительно произошло в истории, и отвергнуть искаженные концепции об Аляске и наших народах, это было бы хорошим способом исправить ситуацию, и Аляска могла бы стать нейтральным государством, расположенным между Россией и Западом. Еще один аргумент. Аляска и Гавайи попросту больше не хотят быть частью военной машины США. Возможно, что желание Гавайев и Аляски выйти из состава США – это не просто выражение сепаратистских настроений. Во всяком случае, это касается Аляски. Инициативе предшествовал серьезный конфликт между федеральным правительством США и властями штата Аляска. Поводом для его возникновения послужило намерение Белого дома существенно усилить охрану части американских заповедных земель в Арктике, закрыв к ним, в частности, доступ автотранспорта, запретив в этом районе строительство новых дорог и проведение геолого-разведочных работ в целях добычи нефти и газа. А достаточно влиятельный председатель Комитета по энергетике и природным ресурсам в Конгрессе США Лайза Мурковский заявила, «Я не могу понять, почему нынешняя администрация готова вести переговоры с Ираном, но не с Аляской». Получается, что сегодня Вашингтон, по сути, решил объявить войну Аляске. Что ж, мы к бою готовы. Если прецедент с отделением получит успешное развитие, то есть вероятность, что, примеру, Техаса, Аляски или Гавайев могут последовать и другие штаты, особенно южные, и США попросту распадется на несколько независимых государств. Сейчас за самоопределение выступают уже 18 штатов, в том числе Орегон, Монтана, Колорадо, Арканзас, Луизиана, Северная и Южная Каролина, Дакота и другие.